Тихонович, вопрос такой. Вот вы сидели в тюрьме, в лагерях были. Первый вопрос такой. Как вести себя при аресте в камере? Как вести себя при аресте сначала? Потом, как вести себя в камере при допросах с позиции глубоко верующего православного человека? Вот так. Вот с этой позиции. Если вы откроете и скажете, что человек входит в камеру, там много роликов, и везде такие они герои, он против всех кидает за себя, и теперь нет, такого нет, это все обман. Там избирается главный смотрящий. Вот как, допустим, меня везут этапом. Ну, город Джамбул. Ну, там, назовут другой город, каких я был. Новосибирск, прежде всего сказать. Прямо из вагона перегружают тебя. Я не говорю как о суде, это другой вопрос. Суд, когда идет. Ты должен быть настроен ждать каждый день. Вот это христианское чувство. Потому что мы не от мира сего. И мир нас ненавидит. Ну, вот привезли только туда. Сразу везут не в нулевку, а вниз, чтобы тебе что-то дать. Дать там рваный матрас, там все перемощенное. Ну, опять же, ты верующий. Ты нигде не споришь. Ни с кем не спорь. Даже ты знаешь, как разрешить спор, иначе один из них будет поражен, он сделается врагом, он тебе ляжет спать, он тебе ложкой выткнет глаз, ручкой. Ну, никак. Я говорю про себя. Я верующий. Я узнал, что в 80-м году меня освободили. Приехал полковник СКГБ при своих регалиях со следователем. И привезли из прокуратуры определение меня освободить. А взяли из-за чего? Олимпиада в Москве была. И не нужно убрать, чтобы они случайно не разговаривали с посторонними. Ну, и вот, за это время я многое сделал. Тогда брали, в обвинение ставили, насчитывал я. Все в обвинение было. И даже Рогозина, Ярлопейсти. 136 часов я получал от них прям со студии. Чистые. И вот здесь все это. И архипелаг ГУЛАГ, и стихотворение о Ленине. Там один куплет такой был. Стоит свой рот ощерев. По мёту птиц подставил голый череп. Вождь атеистов, сонныще иуд. Ну, ясно, что они не потерпели. Ну, вот теперь, когда я здесь был, а теперь на этапе. Мне важно сказать. Я не знаю, сколько, спрашивая камера, сколько там такая вмещает. Вот сначала, когда отдают, там, где, тебе что дают, там, кружку дадут, там, ложку. Там всё это изгаженное, смятое. Смотреть не на что. Но опять же, со мной-то такой, ни с кем я больше не слыхал такого. И которые остаются, и при тюрьме родственники платят деньги большие, чтобы его никуда не угнали в лагерь. А тут он на глазах. И тут они могут свиданку с ним короткую иметь. Ну, платить надо за всё. Баландёры называют их. Это Баланду развозят везде, как... И который там раздаёт. Хотя... А там что-то? Матрасы? Это простыни якобы. И вот он сразу на меня уставился. Откуда вы? Я говорю, из Барнаула. Отойди в сторону. Вот думаю, да, другим хоть плохое дают, а мне даже и плохого не дают. Ну, сразу стою. Я не спрашиваю. Тоже, который привели охранники Дубайские, две женщины. Когда он всем раздал, я остался один. Он говорит, а я вас уже четыре года жду. Как четыре? У меня два года как... А нет. Мне Бог сказал, что вы придёте в наше место. И я спрятал чистые простыни, там на Крахмалиной, наверное. Я говорю, да не знаю даже как. Нет, нет, это, мамы, матрас там новый, я припрятал. Там никто не найдёт. Всё. Теперь меня перевели. Куда же вас девать-то? Охранники, охранницы эти женщины меня не знают. Я говорю, где табака нет. Да везде табак. А так, говорю, да ШИЗО. Штрафной изолятор. По двори туда. Я один там зашёл, а там дым-то везде распелзается. А мы сейчас сделаем будет вентилятор. Она побежала, швабу принесла, ручка раз, а там окошечко вверху. Тринь. Всё, отдыхайте. Ну, а ну вот, а там уже меня пойду. Я узнаваю, сколько человек, ну, сколько, 75, а на сколько камера, 25. То есть, на одну кровать, шконкой называется, я стараюсь лишний раз не говорить эти слова, а камера называется хатой. Вот. И что? Вот определённо, что по одному не ложатся, а остальные бродят и ночью. Там вот так вот движение. И как только я вошёл, через порог переступил, дверь за мной закрывается. Но я в дым-то вошёл, и сразу «Мир дома всему!» Вот так заколыхалось, там такой амбал улазит, подходит. «Ты откуда, дед?» Я говорю, а какая статья? 190 прим. Что, мента грохнул? Да нет. Там 190, а тут 190 прим. Вверху апостроф стоит, или ба через тире единица стоит. Ну, я ему говорю, что он означает, как звучит. О-о-о! Какой залетел к нам голубок! А где бы вы хотели? Ну, шконки-то все, кровати занятые. Он меня ведёт, я говорю, ближе к окну, он подводит к окну, где стоит-то. Сразу на одного, его Василий звать было, «Так, ты куришь?» Он сразу матрас схватил, говорит, не надо, и сразу в сторону, иначе его параш изгниёт. Так, наверху ноги опустил. Куришь? Его нету. У меня уже одному две койки. Я расспрашиваю, когда у них будет отбой? Отбой в 10. А ужин во сколько? Там, кажется, с 7. Вот это время. А он говорит, «У вас есть что посчитать?» Я говорю, «У меня Новый Завет и Псалтырь. Но мне нужно, чтобы люди, которым я дам в руки, чтобы не курили, нашли три человека. Я говорю, тщательно вымыть руки. Они тут моют, шоркают. Вот всё. Теперь смотрите. Вот здесь открывать будете, Евангелие считать, а я буду разъяснять». Когда стали считать, а там же слышат всё, подслушающие, подсматривают. Охранники открывают хату эту и стоят у дверей. Я когда говорю, никто не верит этому. Вы ещё огородите. то, дескать. Ну, вот такое дело. Главное, с тобой в Господь и Ангел. И когда я шёл, я только об одном молился, чтобы дал Бог духа молитвы. Даже баптисты, которые сидели не по разу, и то говорят, а мы не знаем, а что это такое? Ну, я говорю, на деле надо показать, как. По часам Ангел поднимает. Допустим, я ложусь в 12, думая в 4.40 стою, а там меня Ангел, я не стал говорить, Ангел поднимает. В 4 часа ровно, ровно в 4. Горит лампочка, и в глазок этот смотрят, вертуха ее называют. И вот, смотрите, он сейчас, говорит, лёг спать вот так, а вот часа встанет, я сразу соскакиваю, никого нет, я перекрестился, всё закрыто, меня никто в туалете-то не видел на параши. И сразу я начинаю молиться, ополоснулся и на молитву. Вот здесь, конечно, если ты молишься о всех, я уже о матерках сказал, одного в камеру только затолкнули, а он одноглазый какой-то, что-то с ним было, и двое военных попали, там, то ли дезертировали, почему они вовсе, я не знаю даже. Ну, и вот здесь, он заходит, мать-перемать, а я молиться-то молюсь и слышу, я больше не говорю, так сказал, так как-то, как в проповеди, а его сразу слышали, моленько только, мужик, ты помело своё прикуси, помело, то есть языком не мели. А что? У нас батюшка, он молится за всех, со всей тюрьмы к нему идут заказы, идут, когда на суд помолились, и все абсолютно отовсюду, ждал срок такой, а даже совсем маленький. Один был, татарщёнок, и он с ножом, в свинарнике, и сторожейки ножом показал, и поросёнка украл, ну, его поймали, он не ударил, но угроза, ему там до 7 лет могут дать, тогда как-то много добавили-то. И он наконец-то смотрел, а можно я по-вашему буду молиться? Видать, вера-то не сильно крепкая. Я говорю, можно, видишь, как накапливается. И когда стали молиться, вот утром встали, когда они говорят, тут ночью вы молились, а 7 человек становились на колени, сзади вас. А я не оборачивался, я не видел. 7 человек, одна ночь. Вот о чём и пишет доктор богословия, Павел Бочков, что пришли к православной вере, через Гладкина Игнатия Тихоновича, тысячи человек. Вначале их тюрьмы, по-христиански умер. Следователь принял полное крещение, вскоре с полным погружением. А начальник в тюрьме, полковник Семенов, Александр Семёнов, это, Соломин. И всё время меня вызывал. И у него только одно, родной мой. Вот скажи, а как это? Опять вызовет? Там, не запускайте никого, не надо, мы маленько посидим тут. Опять родной мой, а как вот так будет? И потом мы на воле встречались, я освобождён, и он на пенсии. Ну это, ну нельзя это составить. Ты должен так же делать. А другие, которые, то есть священники, им дают домино, допустим, где-то, или шашки, они играют вместе со всеми. Ну там, один сидит, Зосима звать. Зосима, ну и, педофилия. Подозрение, или что-то. Ну и что? А его тут никто так не знает. Я когда говорю, у вас тут где-то говорили священник, они говорят, Мишка, иди сюда. Он тут Мишка, никакого Зосима уже нету. А здесь вы, батюшка, я говорю, нет, я простой человек, я сторож. Нет, папа и врагожки видать. То есть, меня все везде звали, отец Игнатий. Вот как. А когда в Айтан, на Айтапе, там живо проверят, какие у тебя зубы. Смотри, то у него зубы желтые. Ты кем работал? Бухгалтер. Ах, ты сволочь такая. Ты людей там обсчитывал-то. Раз, волбом-то, зубы выбили ту же охраннику, а на шею ему дадут. А ко мне не подходят. Они меня окружают близко никак. Ну, а мне что-то начал там угрожать. Они его сразу там растянули, за ноги держат, за руки, грязной тряпкой рот заткнули, сапогом, нижней части, давай его молотить. Он как-то выпнул, как закричал, отец Игнатия убивают. И все захохотали. Да ты же ему паразит грозил. А грозил, что я молюсь, и он видит, что я вижу, что он ворует. Ну, и все. Ну, я, я давай, за него просить. Ну, отпустите вы его. Чего ж его убивать? Того матрас-то распороли, и там все найдено было. У кого еще взял? Вот штука-то какая. Тут надо так. Я с тобой, мой Господь, как тебе угодно, так ты делай. Никогда не спорить. Суд, который идет, да, я могу сказать, что так или не так. А они настаивают, это ваше дело. Я опять дальше жду. Никогда нигде не спорь. А почему? У меня есть афоризм, он по интернету идет. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Простое предложение. Вот что такое совесть? Разные-разные варианты. Мой вариант такой. Тот участок души, через который слышится голос Божий. Это мои наработки. Совесть – это тот участок души, через который слышится Слово Божие. Вот это совесть. Ну, это когда спрашивают как-то что-то, ну, все спрашивают. У меня нету, я всегда подчеркиваю, у меня нет гуманитарного образования и религиозного. Я каждый день начинаю с нуля. И вот столько, чтобы было стихом за короткое время, примерно 80 поются в интернете, но это чего-то стоит. Может, некоторые, если не слышали, меня иногда искушают и говорят, а вы про женщин писали? Писал. А можете прочитать? Да, вот первый куплет. Может, кто-то слышал, но вот сестра тут знает. Я женщинам всем благодарен и в досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косы, змеёй струилищие косы, занозой в них не вошёл, и нечего того расшить. И там вот такое, где-то стихотворение такое. По лезвию, кудри мои как-то никого не смутили, там по лезвию острого кубриям там я скатила, лишь бороду сдуло слегка. Вот такие слова, я сейчас бы даже так не сказал. И последнее, что я окружён чистыми сёстрами, на шатком своём табурете, как в кресле, и умой, блудом неисточен, по-прежнему острый. Рифмовка такая интересная, я в литературном институте считал, Лев Ашанин. Сёстры острые, обычно как, любовь, кровь, вновь, но тут у меня не так совсем. Святая Русь, когда была святая, скажите дату, срок, имена, во свете Библии потатика растает, останется вино, вина, война. Хватали все с севера до юга до порта Артура, оспу островов, все подгребли, и в самом тайгу и в югу расплодили нехрестей воров. Вот как. Я рассказывал уже. И вот теперь ты там находишься. И вот одного этого одноглазого прислали, когда, а он зашел и сразу ругаться начал. А его вызвали на допрос. Проклятый Барнаул, как яма. Уже шесть лет, что ли, прошло, когда я тут воровал. Уехал в другом месте, там женился, вышел, табаку куда-то, папирос купить-то, и сразу арестовали. Как они знать-то меня узнали? Ну, действительно удивительно, тут сильно работает розыск. Ну, его вызвали на допросе, видимо, он ничего-то не сказал, и они дверь открыли, а так, почти шесть метров длина. Его как ударили, он пролетел, и головой ударился батарею. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я сразу в дверь подошли. Что нужно? Замполита, заместитель, начальник тюрьмы по политической части, Ульяновский, Владимир Александрович. Пришел, в чем дело? Я говорю, вот человека, вот это вот, а сейчас брали на допрос, заводили обратно в камеру, и так ударили, что он над головой ударился, лежит где-то. Да вы что? И меня сразу туда, а тут молва идет, что я заступаюсь и чуть ли не тюрьму открыл. Ну, любят прибавлять-то. Вот как везти, где можно заступиться, где нельзя? Это надо опыт иметь. Я знал, как прятать все. А что прятать надо? Ну, то, что не зазволяют. Я напишу, сколько писем. Везде иду, когда где-то что-то там, на прогулке где-то. Я должен спрятать карманы, чтобы не нашли. Вот интересно как. Я однажды сидел вот так вот, вот здесь вот. Это в другом доме было. Да, здесь еще раньше было. На строительной. Подошел один мужчина, ну, юношей можно называть. И он говорит, закройте глаза. Я его знаю, Володя Пенкин. Владимир Иванович. Я закрыл. Он подошел сзади и надел на меня крест. Я смотрю, крест. Серебряный. Такие кресты священники носят. Он вот такой вот, примерно, длинный. Хороший, чистый, никаких набалдажных, ровно такое. А где взял? Там, где расстреливали священника. Видно, от расстрелянного какого-то. И я его с собой пронес, ну, цепочку отцепил. А теперь-то в тюрьме-то там проверка идет везде. Куда его девать-то? Первый раз я неправильно поступил, но по-другому нельзя было. Я положил его под стельки, подошва. Его не нашли. А когда в тюрьме, теперь, когда отрезают пол кирпича хлеба, кирпичами там, я где самая корочка-то выскреб оттуда, и он из косок вошел туда и сверху замазал. И когда приходят, выкладывают, а потом обслуживают, обслуживают, что слышат-то? А этот они глядят за хлебом. Ну и когда следователь-то уже допрашивал, я его говорю, вы могли бы вынести одну вещь, я ее пронес, она незаконна, а что-то? Ну я не буду говорить это, а ему интересно так. И она у вас с собой, я говорю, да, с собой. Он пообещал, я отнесу жене. Ну давай. Тогда я взял корку-то эту. И там крест серебряный. Он не вытерпел, взял крест и сразу вышел. Вышел, а там через коридор другой допрашивает следователя. И он говорит, вот у меня, я работаю, каких мне доверяют, потом он ко мне на работу придет, когда я освобожусь. Крещение примет. А там один допрашиваемый был, этот допрашиваемый. Вышу камеру, будет послал, и все расскажут, как там было. Я прихожу домой, а крест висит. Он у нас сейчас на книгах лежит, в трапезной парнауре. И кому надо, этот крест берут, каждый прилагает его к себе. Я лежу глазам, ушам, поцелую, где... Вот такое дело. Вот, видишь, опять. Восемьдесят. Вот такое дело, браток. Во всем, во всем, Господь. И близость его к тобою будет ощущаться. Как он дорог мне, этот день. Как хорошо, что меня взяли. У меня такой опыт. Там были где-то, в одном городе, сейчас могу не сказать, но в Кузнец, кажется, людей много. А эти, которые лежанки-то лежат, плиты, плиты. Там мрамор, мрамор такие красненькие. А клопы, клопы, просто сверху ползают и падают прямо на тебя. Кровь везде. Ну, я же сказал, в начальство узнал, да что же не сказали раньше-то. Они меня сразу взяли из камеры и в ту камеру, где милиционеры сидят там, прокуроры. А их отдельно. Тут нельзя их задушить в одну ночь. И я с ними. А там чистота, порядок. Теперь я с ними работаю. Один на охоте нечаянно убил, а другой садил, он в машину не лез, он выходил от пистолета в спину его. У другого жены нашла другого. Он встал в берег, вот так сказал, не выходи. Она сказала, уйду. Он как и отдал, говорит, нож согнул. Сразу ее завалил. Вот то, какие есть люди-то. Ну, а тут один майор лежал, так скажи, вот такая ситуация, как будете делать? Ну, я ему объясняю, да, вот так ляжет, лежит, здорово-то как. А вот такая ситуация опять, такая, как говорится, ментовская. Я говорю, а тут бы вот так поступить надо, согласно Слову Божию. Ответ, я вот считаю, я ему даю Евангелие, посмотри. Тут я с ними уже работаю, конкретно с каждым, отвечая на вопросы. Конечно, ты должен многое знать, вести себя очень скромно. Вот не резь ты никуда, да, вся скромность твоя, молись. У меня были, это, пять или четыре момента, когда останется на молитве, и каждый участок молитвы это час или полтора. Вся тюрьма это все знала. От 3700 человек. Надо сегодня готовиться. Ни с кем не схватываться. А то тут бывает так, что говорят, как говорят, святых из комнаты выноси, то есть иконы. Ни с кем не спорь, никогда. Я уж умоляю, прошу, но не получается. Это путь. Павел прошел вузы, это вузы. Я сегодня на это, обузы говорил проповедь. Сестра Елена, она тут же записывает и тут же выставляет. Кто смотрел, нет? Я еще не посмотрел, не успели. Я не успел. А может кто-то смотрел? А если нет, в конце сейчас кончим разговаривать, вы мне позвоните, вот здесь вот, не позвоните, а напишите, что желаете, то, что проповедь, говорим, записывать, сделать ее в орден, перепечатывать. Человек, наверное, 13 откликнулись, но долго там, уже дня 2-3, они все еще переписывают. Ну, опыт. В одной букве. А я-то печатал тысячи страниц. Вот. Работал. Очень быстро у меня сохранились оттуда, целые книги перепечатывал. А как? Ну, опять же, вот у меня всегда помогают женщины. Вот везде. Я с женщинами всем благодарен и в досталь. Вот, понимаешь, нет? Которые мимо меня, не заметив, прошли. И вот одна сестра и говорит, я даю где-то напечатать, а вы достаньте машинку, да сами научитесь. И принесла самоучитель по 10 пальцами. Я начал, пока еще нету машин, они не продавали эти машинки-то. Ну, и пуговки там, кажется, пришел, и печатать надо. Печатать. Еду дорогой в трамвай, а в рукавичках руки разговаривают люди, а я печатаю. Печатаю, то есть, успеваю за ними. Нигде время не тратить. Вот когда я в армии был, я рассказывал, выйду, ну, волнительную дадут. Идут женщины, разговаривают двое, а я сзади хорошо слышал. Вот одна француженка, а другая немка. Та, что говорит, я за ней перевожу по-французски, а потом по-немецки. Или вот от англичанка, а это вот такая. То есть, время никогда не терял. И поэтому люди удивляются, как вы могли так быстро? Немецкий 6 месяцев ушло, я уже у них проповедовал. В школе иностранного не было. Английский за 4 месяца. Латышский там даже 3 или меньше было. Это опыт и работа, и, ну, видимо, ничем не обкуренные. Ну, и природная память. Отец у меня был очень памятливый. Пас овечек, 1200 овец, и он знал, какому хозяину они принадлежат. И когда эта овечка покрылась, то есть выходила замуж, а сколько она ходит, он знает, он говорил, зимой в этот день, ночью, смотри, она объягнется. Люди придут, овечек не могут найти. Один раз было, ну, угощают его, да, Тихон Дмитриевич, ну, выпей, ну, маленько. Ну, русский-то чем угощает? А ну, он тогда уже, а рука-то одна, он за стол держится. И говорят, ну, нет овечки, это он вот так посмотрел. А вон она, холера стоит где. Посмотрели, правда. И вот когда перед раскулачиванием, какие люди были, что говорили, он цитирует все это. Тот тогда-то сказал, тот тогда-то. Я написал комсомольскую правду, мы, говорит, этим материалом воспользуемся. Вот это память была. Я бедный, из бедной семьи, и поэтому на большее не претендую. А тут столько друзей внезапно. И все у нас есть. Ну, что? Вопросов и нет. Вопрос второй. Как подготовиться к аресту? Подготовиться? Ни к чему не быть привязанным. Самое главное. Научить жить на самое малое. Я вот, когда работал на стройке, ну, тогда деньги-то были другие. У меня, ну, сторож 72 рубля получал. Кирпич хлеба стоил, кирпич. 16 копеек. У меня работал тачки возить на второй этаж, бетон. Работа тяжеленная просто была. У меня уходило за месяц питания 9,80 до 11 рублей. Предельно мал. И поэтому в тюрьме меня кормят лучше. Я это знаю. А там порядок, горячий. это так. Второе. Сон надо сокращать. Нигде в драку не вмешиваться. Быть сторонним. А все себе скапливать. Нигде ничего лишнего слова не говори. Нигде. Это дорого придется заплатить. Вот так надо готовиться. Вот сколько раз моются люди. Святые вот 7 недель великий пост. Никто не был в Забане. Златоуст пишет неоднократно об этом. 7 недель. А сегодня там мужчины в день несколько раз хлюпаются стоят. Вот я бывает за зиму два раза только сходил. А сама то ли смехается или еще ты святой от тебя даже запаха нет. Запаха нет. Это правда. А может и не правда. Может молчат люди. А я не иду. Все себе зашиваю зашиваю у меня в заплатах простынь там одеяла. Все. И вдруг опять вижу новое. Возвращаюсь из летнего отпуска 4 месяца. Прихожу тут заслано. Я не знаю как назвать это ковры или что. Новые шторки висят. Ну прекрасная чистая сестры. И по сей день не знаю кто это делает. Надо готовиться себя подготовить. И всегда помнить что тебе кто зло делает он плетет тебе венец золотой. Об этом говорится последнее блаженство. Когда будут гнать вас неправильно засловить за имя мое. Радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах. То есть я могу думать о награде иначе зачем бы было это написано. Ну и по слову Божию мы должны везде знать как что ответить перед начальством как положено. И молиться за всех надо. Как готовиться? Молиться. Мы молимся. Кто утром с нами молится за всех. За Путина Владимир говорим. Мишустин Михаил украинский там Владимир Зеленский Байден Джо Джозеф ну и по порядку всех которые знаем каждый день чтобы не было покушения на них издавали мудрые законы исполняли чтобы дали достойно жить людям. То есть мы за всех. У меня отдельная графа за пьяниц отдельно за болящих отдельно за путешествующих как отдельно. Я когда молюсь и говорят как вы помните так у меня почти сям разбито. И поэтому повторяешь это запоминается все же мне 84 85 пошел по милости Божией. Ну вот так и готовиться надо готовиться и когда я узнал что будет так я ходил с сумочкой ну сейчас ареста нету сумочки у меня постиранной все было платочки носки и сухари меня арестовали прям в церкви а у меня с собой все взяли а я так а как вы знали когда будет еще я не знал я каждый день готовился это мне сгодилось и когда первый раз на пропускной когда уже там и тебя прощупают они о забыл как тебя звать то Игнатий так ты прошлый раз была семинария была а теперь тебе академия здесь будет и все смеются стоят а я не отвечаю ничего а когда освободился я старался найти те которые когда были вот в верхний этаж который там крыши нет а решетка покрыта по стенам ходят часовые и туда выводят на прогулку и очередь была и там листики-то дуют рядом лес и мне он несколько листиков дал я его нашел когда освободился Иван звать и отблагодарил кого мог нашел где был в лагере постарался найти оттуда который был хороший за меня там ну помогал заступался в словах фамилия его Владимир Васильевич здоровый высокий такой я прихожу обыск был а уже в лагере уже не в тюрьме а в лагере я сунулся а Библия была большая а ее нету я сунулся в мешок просворы тоже нету а он пришел и говорит да не беспокойтесь я знал что будет сегодня шмон поэтому я все взял и к себе все спрятал я зэк арестант каторжник ну я его нашел ему послал книги отблагодарил я не знаю кто Рахиль помогла мне его найти потому что это Казахстан ну вот так вот я чадо Божие я всех счастливее на всей земле как меня бороду снимали уже в лагере пришел замполит расстелили простынь большую и чеченец парикмахер стрижет бороду а сам руки трясутся а меня Аллах не накажет я говорю ну ты при чем а я сижу у меня слезы градом я просил написал заявление дайте мне срок в два раза больше общий режим сделайте строгим ну не трожьте бороду у Пугачева не снимали у Емельяна не трогали ну Сенька Розин был тоже не трогали Владимир Ульянов был тоже не трогали зачем вам борода моя ну тогда собрали ее я ее вынес у меня две бороды и в газете потом было напечатано такой-то у него две бороды на всякий случай а там уже как поведешь себя давай говорите Игнатихович вы еще упоминали что вы готовились к аресту вы выучили Пасху на 20 лет вперед и еще сшивали пальто в заде чтобы на бетоне спать можно было да никаких разрезов чтобы не было я то у баптистов услышал пришел и сразу зашил а пока матрас не дают бывает не дают а ложишься такие ленты железные на поперек ты на голову лежишь никогда спиной не ложишь главный котел в живот а здесь у тебя почки я это все узнал и поэтому ну вел себя так что сохранить себя потому что для дела Божьего меня Бог послал туда и вот такое дело там много можно как как вести себя когда держат еще только в КПЗ ну КПЗ там еще надежда какая-то есть там что есть ну и на меня на допрос приезжают у меня задействован на мне было сейчас я не знаю сколько кажется 12 кандидатов наук по разным городам а тут-то 2 или 3 было и меня вызывают следователь и они разными вопросами меня загоняют в статью я молчу а потом маленько отвечу один говорит вас не взять так а я про себя думаю над свободе ты мне попался я б тебе рассказал а тут они могут статью 190 переквалифицировать на 70 а это уже другое в 2 раза дольше срок тут лишнее слово не скажи вот так у меня хорошее воспоминание обо всем я когда священника передали что мы пришли меня причастили ну и день-другой я пощусь ничего в рот не беру а один наркоман то а может вы получаете а я у вас возьму ну я тогда получаю если ем а потом я дуплюсь уже там третий день а когда стал меня исповедовать а приехал благочинный Войтович отец Николай Павлович я ему сказал он говорит да что же вы делаете ешьте ну и причастил меня все потому что когда ты ослабленный организм когда бастует там голодовку туберкулез прицепляется часто как с ними работать я даже допросился который уголовники подняли там этот мятеж их забили в одно место они голодают там уже дней пять начальство говорит не знаем что делать я говорю меня запустите я уже на свободе был да вы что ну я подписку дам меня Господь охраняет так претензии будут к Богу или куда что вы говорите тут офицеры охраняют они там на самом нижнем этаже все перекрыто там с собаками там смертники были но меня запустили все же запустили они я говорю о Лобкин ты как попал то сюда то тоже вроде объявил голодовку нет я к вам пришел я говорю сколько дней прошло да уже пять дней видишь как ослабели все я говорю вы знаете что вас кто-то ждет на свободе у кого же ждет жена я ее захватил с мужем я их обоих заболел с любовником а другой еще что-то говорит я говорю ну может собака осталась или щегол какой-то ну да у меня там сестра есть вы их не увидите никогда потому что вы здесь здесь все передохните как мухи вам нужна хорошая пища но мы не можем отступить я говорю давайте так у нас пасха через три дня сегодня вы голодовка у вас заканчивается я объявляю пост а вас то что вас ОМОН обидел там молотил их за это дело там перед этим за что-то они обеголовкой за чего объявили что их били а я пойду в комитет по правам человека прокурору края генерал-лейтенанту у нас очень близкие отношения со всем руководством губернатором с мэром города ну то есть это господь а уже корреспонденты там печать это стихия моя ну и дальше а вечером скажите объявите им что вы выходите из голодовки а теперь пост потаститесь еще день там дальше пасха а мы сколько можем принесем отпросим чтобы нас пустили сюда по камерам представь они освобождаются они меня в городе ищут найти отблагодарить а начальник который звонит и говорит я проработал в этой пенсионной системе 30 лет что ли он говорит уже и сроду не слыхал такого что групповое голодание и все сразу вышли по шестой ходке сидят что же вы могли им сказать такое ну я тогда говорю какой вы психолог как вы узнали что сказать психолог это верующий психия это душа по любому вопросу везде надо молиться я спросил вы можете со мной помолиться там которые отдельно сидят давайте я буду молиться и кто со мной согласен скажите аминь аминь значит молитва делается вашей давай ну и все ясно дело что там молва такая идет от смерти спас шесть уголовников там такие тяжелые статьи там там быстро это все разносится и поэтому отношения ко мне никому такого нету вот так и старается каждый помочь там если можно где-то что-то передать а там все эти записка ксива называется ну мне не надо я и так дам ну и дело мое вела МГБ московское КГБ и поэтому они все делали там что-то как надо ну какой-то там на моем деле ну вот так оно закрывается как обычно как дела какие там как журнал какой-то знак вот на пересылке когда идут так выходит полупьяный офицер жалоба у кого есть сейчас будут сажать в вагоны и поедут какие каждый трясется скорее будете отсюда тут убивают жалоб нету я строю поднял руку жалоба есть все дрогнули вот дед пропал а все дрогнули что-то Звоню Игнатию Тихоновичу. На слове пропал он пропал у нас. Я набрал. Да, я ему тоже набрал. Ну, если сейчас не получится, мы тогда потом продолжим вопросы задавать. Вам видно меня? Да, Игнатий Тихонович, на слове пропал, вы пропали у нас. Пропали, написано, Девара Горебян отключила вас. Вы знаете, как она могла, задеть нечаянно или как? Может, задела нечаянно? У нас хорошая. Ну, Девара, сестричка, скажи, как получилось, что отключили меня? Почему вы указали? Случайно, наверное, тихонько. Вообще, вашу право... Я, Володя, так и сказал. Давай никогда не будет этого делать. Ну, нечаянно задела. Ну, вот такое дело. В любом деле, везде ты знаешь, что с тобой Господь. И никогда, нигде никому не желай зла. Момент выбирают. Тихонько, потихоньку спроси. Где молиться? Спроси. Я вот тут остану. То есть, хозяина тебя нигде не чувствует. Это сильно помогает. Молчи, нигде. Знаешь, молишься. У тебя есть с тобой Слово Божие. Считай. Кто-то спросит, тогда спроси другие. Вам не будем мешать? Да нет. Считайте. Тут всякий по-своему с ума сходит. Вот такое дело. Девору не ожидал. Всё же так это. Задела подоломно, видать. Всё. Игнат Тихонович, у меня ещё половина вопросов. Мы сейчас выдержим или перенесём на другое время? На другое время. Всё, хорошо. Тогда назначайте молитвенника. Да. Сейчас я скажу, кто будет молиться. Попросим, тут он или нет. Так. Ростислав Румянцев здесь. Что-то плохо у вас. Ну-ка, ещё раз скажите. Здесь? Здесь, дорогие друзья. Ростислав, у вас что-то с наушниками? Вас плохо слышно. Да. Да. Ничего-то так не пойдёт. Надо найти, у кого хорошо слышно. Хорошо. А вот мы Девору как раз и позовём. Девора. Слышишь меня? Здесь я. Да. Почти. Пропоют и после этого помолись. Краткая молитва и в конце обязательно прослав святую троицу. И громко скажи «Аминь». Согласна? Согласна. Ну всё. Во славу Божию. Давайте. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть я, кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слово ровшую, сущую Богородицу Тя величай. Господи, я благодарю Тебя за все, за это бесценное общение, за молитвы в содружестве, за братьев и сестёр, за каждую сестру, за то, что собрал нас вокруг Слова Твоего и сделал нас родными. За похвалу и назидание, за радость и скорбь я благодарю Тебя. За Игнатия Тихоновича, за учителей наших, которые тратят своё время ради нас, ради спасения души нашей. Положи нам на сердце запомнить заповеди Твои и дай нам силу исполнять их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.